У нас сегодня такой план. Сегодня мы разбираемся с работой с данными на андроиде. И прямо у нас по порядку будет все необходимое. Значит, начнем вообще с простейшей с работой с файлами, что такое LRU кэш, потом будет Shared Preference, SQLite и в конце Content Provider. В принципе, это все механизмы, которые позволяют как-то загружать локальные данные и с ними работать на телефоне в режиме работы вашего приложения. Значит, смотрите. Когда мы работаем с файлами, это вот самый простой способ хранения каких-либо данных, на андроиде есть таких три способа с ними работы. Это ассеты, internal storage и external storage. В принципе, все они независимы и особо друг с другом не связаны, поэтому надо четко понимать, в чем различие. Значит, смотрите ассеты. Ассеты – это те файлы, которые вы можете предоставить вместе с вашим приложением. Вы уже немножко знаете, как работать с ресурсами, например, со строковыми ресурсами в андроиде. То есть у вас есть директория рез, туда вы кладете ресурсы, это строчки, это могут быть какие-то картинки, целочисленные значения, массивы различные и так далее. В общем, данные. Но они преобразовываются в итоге в специальный формат, с которым вы работаете уже через класс ресурсов в андроиде. Но бывает такое, что у вас файлы какого-то нестандартного такого формата, то есть не тот, с которым андроид напрямую может работать. И, собственно, вам не надо их загонять в ресурсы, вам просто их надо открывать как файлы. Например, это могут быть какие-то XML-файлы, JSON-файлы, это даже могут быть файлы с базой данных, какой-то ваш собственный бинарный формат, ну и так далее. В общем, все что угодно. И эти файлы вы, например, хотите распространять вместе с приложением, чтобы, установив приложение, пользователь сразу мог с ними работать. То есть, используя их, ваше приложение что-то отобразило, например, на экране. Это, в принципе, достаточно популярное бывает. И вот один из способов – это положить их в ассеты. Ассеты – это специальная директория, она так и называется – ассетс. Все файлы, которые вы туда кладете, вот они в каком формате есть, в таком они там, соответственно, и останутся. И для того, чтобы к ним потом обратиться, есть такая штука, называется ассет-менеджер. В андроиде к нему можно получить доступ через контекст. Помним, что контекст – это сервис, да, или, например, activity. Соответственно, вы можете там вызвать внутри метод getassets, и дальше вызвать метод у него open, где вы указываете имя файла, которое вы хотите открыть. Да, это файл, который, соответственно, лежит. Если он у вас там лежит в поддиректории, то вы указываете, например, поддиректорию, да, например, здесь пример, что у нас в ассетах есть директория images, и там, например, какие-то картинки. Вот, мы, соответственно, получаем на выходе input stream. Я надеюсь, что вы знаете, что это такое, да, уже из Java, то есть специальный стрим, с которым можно читать. И дальше вы читаете, создаете фактически вот какой-то файл, и его возвращаете. Собственно, работа очень простая с ним. Какие, соответственно, плюсы? В том, что, собственно, файлы все идут у вас сразу, да, их не надо ниоткуда загружать, не нужен интернет, чтобы их как-то, их не надо генерить. В общем, вы положили внутрь приложения, и вы к ним сразу можете получить доступ. Но в этом и как бы минус, потому что приложение ваше увеличивается в размерах. Пользователи не любят скачивать большие приложения, да, потому что это все трафик, не всегда есть Wi-Fi, часто приложения загружаются через мобильную сеть, и увеличение приложения за счет каких-то больших бинарных файлов, оно может привести к тому, что приложение, собственно, сильно разбухает. Ну, и недостаток еще в том, что нельзя вот этот ассет как бы модифицировать во время работы приложения, да, то есть вот вы, те файлы, которые вы положили, вы туда во время работы приложения уже добавить что-то не можете, да, то есть у вас нет механизма записи внутрь ассета, и вы можете класть внутрь ассетов только во время сборки приложения. То есть это такой как бы read-only, да, storage. И что обычно делают разработчики? Если нужны файлы, с которыми вы будете работать потом на протяжении жизненного цикла приложения, то есть будете туда что-то дописывать, модифицировать, удалять, что делают? Вычитывают их из ассетов, копируют куда-то в internal storage, например, и, соответственно, дальше там эти файлы модифицируют и работают с ними. Если в internal storage мы ничего не нашли, мы лезем в ассеты, оттуда вычитываем, кладем в internal storage. Механизм примерно как бы такой. И отсюда, собственно, вытекает, что же такое internal storage. Значит, смотрите, память на андроиде устроена достаточно интересно. Несмотря на то, что там, в принципе, одна микросхема, весь как бы storage, он разбит на разные разделы. Часть из него – это internal storage, так называемый, часть – обычный external storage. Бывает такое, что external storage вообще у вас нету в виде как бы отдельной микросхемы в устройстве. И, соответственно, вот этот internal storage, он используется для многих компонент систем, туда много чего устанавливается. Например, при начальной загрузке вашего устройства, когда вы только его там покупаете в магазине и первый раз запускаете во время загрузки операционной системы. Из раздела систем многие данные копируются вот в этот самый internal storage, для запуска некоторых приложений, там то, что нужно. И размер его, в принципе, очень небольшой. Бывает такое, что он, например, ну 1 гигабайт, на некоторых устройствах 2 гигабайт. Это никак не определено. Каждый производитель телефона по-своему определяет, какую часть вот этой памяти он выделяет под internal storage. Но самое важное, что в этот же internal storage устанавливаются приложения по умолчанию. Если вы какое-то приложение через Google Play устанавливаете, оно обычно устанавливается именно туда. И многие промежуточные какие-то файлы тоже создаются в этом internal storage. Поэтому очень часто можно наблюдать ситуацию, когда он заканчивается, и Android начинает ругаться о том, что недостаточно места, например, для того, чтобы обновить какое-то приложение. Такое можно наблюдать на очень дешевых телефонах, каких-то китайских, да, там китайцы экономят максимально, чтобы удешевить конструкцию. И размер этого internal storage очень маленький. При создании своего приложения в Android-манифесте есть отдельное поле, где вы можете указать, что вы разрешаете приложению устанавливаться, например, в том числе на external storage. Тогда операционная система, если увидит, что в internal storage памяти мало, попробует поставить на external storage. Но надо не забывать, что external storage доступен многим. Это я сейчас чуть позже расскажу. Но главное про internal storage. В общем, помним о том, что размер его небольшой, то есть место там надо экономить, если мы что-то будем туда писать. И, собственно, файлы, к которым мы хотим получить доступ, их изначально там нет. Нельзя сделать так, чтобы во время установки приложения эти файлы каким-то магическим образом в internal storage появились. Поэтому, как вот я говорил с ассетами, обычно, если нам что-то надо, какие-то файлы при запуске приложения, либо мы из ассетов копируем в internal storage, либо загружаем по сети, да, то есть делаете запрос к себе на сервер, загружаете какие-то файлы и кладете их туда же в internal storage. Его преимущество то, что он все время доступен. То есть независимо от того, когда, как вы запустили приложение, internal storage есть, вы получаете к нему доступ, читаете файл. Если он там был, вот, если вы туда копировали, то, скорее всего, он там есть, и вы без проблем его прочтете. Вот здесь, собственно, пример, как получить к нему доступ. Значит, здесь используется специальный метод у контекста getCashDir. Дело в том, что у приложения есть несколько директорий внутри этого internal storage, да, эти директории связаны исключительно с вашим приложением, другие приложения не могут получить туда доступ. Это достаточно важный параметр, если вы хотите хранить какие-то, ну, чувствительные данные, которые вы не хотите передавать сторонним, там, людям. Значит, эти директории, можно получить к ним доступ из контекста по именам getCashDir, getFilesDir и getFilesStreamPath. На самом деле, директорий фактически две. Это просто директория, как бы, для файлов, и так называемая кэш-директория. В чем их отличие? Директория, которая для файлов, вот если вы туда что-то записали, оно там будет храниться всегда. В зависимости от того, что произошло, вы можете получить туда доступ. Если человек, принудительно, пользователь, не стер эти данные. А вот в кэш-директории, если вы сохраняете какие-то файлы, что делает Android? Если вдруг у вас место в internal storage потихоньку заканчивается, его становится очень мало, не хватает для других приложений, для других данных, Android пробегается по вот этим кэш-директориям и удаляет все файлы, которые там есть. Соответственно, собственно, отсюда и название кэш. Там должны быть какие-то файлы, только которые вы можете пересоздать, грубо говоря. То есть не критично важные, чтобы не было такого, что ваше приложение не может без них работать. Грубо говоря, если вы сохраняете файл в кэш-директорию, у вас должен быть механизм, когда этого файла нету. То есть вы попробовали его прочесть, его нету, ничего страшного. Вы берете его из другого места, из асетов или по сети, например, качаете. В этой директории хорошо хранить, например, какие-нибудь картинки, которые вы там в своем, например, списке отображаете. У вас в ваших проектах у каждого есть какой-то список с различными элементами вашими и каждому из них обычно какая-то картинка, которую вы часто загружаете по сети. Вот хороший признак – это хранить в кэш-директории. Почему? Картинки обычно большого размера, занимают много места, потому что у нас у телефонов сейчас большое разрешение, чтобы картинка не была мутной, она должна, соответственно, быть в высоком разрешении. Вы ее сохраняете, если вдруг Android ее удалил, ничего страшного, вы ее качаете по сети заново. То есть просто у вас чуть увеличится время загрузки. Но не должно быть такого, что вы в кэш-директорию сохранили какую-то там, я не знаю, базу данных, и она удалилась, и все, и ваше приложение, собственно, не знает, как этот файл пересоздать, и потерялись все данные пользователя. Если у вас какие-то данные, которые вам надо обязательно хранить, то вы используете getfiles.dir. Соответственно, туда сохраняете файл, потом вычитываете его, и, соответственно, он никуда уже не денется. getfiles.stream.path, он, собственно, делает то же самое, что getfiles.dir, просто он возвращает сразу input stream, да, как с соседами, из которого можно читать. То есть не файл, а input stream. Исключительно просто для удобства. Вот. Но, в общем, главное запомнить, да, какие-то данные, которые могут много занимать места, и которые вы можете пересоздать, вы сохраняете в кэш, и какие-то остальные, которые вам очень важны, и вы не хотите потерять, сохраняете вот просто getfiles.dir. Но, на счастье, у нас есть еще external storage. Значит, с external storage все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что на некоторых телефонах его изначально как такового нет. На дешевых китайских телефонах вот такого класса носителя может вообще не быть, а его заменяет SD-карточка. То есть операционная система, когда вы воткнете SD-карту в телефон, воспримет именно как external storage, когда карточка воткнута, он у вас есть, вы туда можете что-то записывать, что-то считывать. Но дело в том, что пользователь в любой момент времени может эту карту удалить, и вот ее уже в системе нету, и у вас нету этого external storage. Поэтому основная проблема с ним, то, что он не всегда доступен, да, и про это надо помнить. Есть еще другая проблема. Например, даже у вас вот этот external storage разбит в системе на микросхеме, которая распаяна в телефоне. Все окей, пользователь извлечь не может. Но на многих телефонах есть возможность при подключении к компьютеру включить режим передачи данных по USB, как с обычной флешки. Тогда что делает операционная система? Она размонтирует вот этот носитель внутри операционной системы, external storage, и, соответственно, дает ему доступ по USB. Ваш компьютер видит его как флешку, да, то есть все нормально, у вас там файловая система, вы туда можете что-то копировать, считывать, но в самой операционной системе Android в этот момент external storage нет, у него статус называется unmounted, то есть он не смонтирован, и вы не можете ничего с него прочесть или на него, соответственно, записать. и это приводит к тому, что, собственно, надо всегда не забывать проверять. Есть такой способ, есть класс в Андроиде, называется он environment, у него есть метод get external storage state, и вы всегда должны проверять у него статус, что у него media mounted, да, то есть, соответственно, что этот носитель смонтирован, и, соответственно, к нему есть доступ. Если вы это не проверяете, вы можете столкнуться с такой проблемой, что у вас не происходит запись, да, у вас ошибка записи, ошибка чтения, соответственно, только по той причине, что, собственно, storage не подключен. Но есть и плюсы. Обычный размер этого external storage очень большой, да, когда мы покупаем телефон, и производитель пишет там 32 гигабайта, 64 гигабайта, это означает, что вот большая часть вот этой памяти именно под external storage введена. Но я думаю, вы замечали, что если вы покупаете телефон, у которого, например, там 32 гигабайта, реально на external storage там, например, 28, да, не 32. Это именно из-за того, что вот операционная система разбивает, ну, собственно, это производитель телефона, так задает параметры, что вот там 3 гигабайта уходит, например, под internal storage, под там саму систему и ваши какие-то внутренние данные, а остальное место, это, соответственно, под external storage. И, собственно, размер его, конечно, меньше, чем указывает телефон, но обычно он достаточно большой. Но там есть еще другой минус. Android заботится о том, чтобы данные, которые хранятся внутри одного приложения, были доступны только этому приложению, да, вот этот механизм песочницы, с инбоксинг, который говорит о том, что другие процессы не могут никак вмешаться, он гарантирован только в том случае, если вы пользуете internal storage, потому что, к сожалению, к external storage имеют доступ все остальные приложения. Они, соответственно, могут писать, читать, в принципе, в любое место вот этого external storage, если вы дали им на это права, да. Для того, чтобы писать и читать из external storage, для этого еще, кстати, нужен специальный permission. С internal storage никаких permission не надо, вы просто, соответственно, создаете приложение, и уже можете пользоваться. External storage, там есть, соответственно, они так и называются, write external storage и read external storage, два permission в андроиде. И эти permission относятся к категории dangerous, да, то есть об этом андроид предупредит пользователя, и пользователь должен дать согласие, да, на доступ к этим ресурсам, потому что, как мы помним, normal permission доступны всегда, мы их просто объявляем в android манифесте, и операционная система нам их выдает во время установки. А dangerous permission, начиная с android 6.0, да, это уже runtime permission, которые нам надо запрашивать самим, да, до 6.0, соответственно, мы их просто объявляем в android манифесте, и пользователя просто при установке предупреждает, что у приложения, да, есть доступ к external storage, а начиная с android 6.0, runtime permission спрашивают во время работы приложения, что приложение хочет получить доступ. Ну, я думаю, если вы сталкивались с android 6.0, вы видели, да, такие всплывающие сообщения, да, что нужен доступ или к телефону, там, например, или к external storage. И, собственно, приложение по гайдам гугла должно объяснить, почему оно хочет туда получить доступ, потому что пользователь не всегда может адекватно решить, давать туда доступ или нет. Значит, работа с external storage, ну, очень простая на самом деле. У контекста есть, во-первых, два метода, getExternalCashDir и getExternalFilesDir. Они аналогичные, да, к работе с internal storage, да, то есть одна директория тоже для кэша, одна, которая может быть очищена системой, одна директория, которая, собственно, где файлы никуда не денутся. Но есть еще одна, один метод, он уже у класса environment называется getExternalStorageDirectory. Значит, в чем отличие вот от контекста? Когда вы через контекст получаете доступ к external storage directory, да, получаете вот этот вот файл с DIR, вам возвращается путь внутри специальной директории. Она находится по пути директория Android, потом под директория data, потом под директория package name вашего приложения. И вот внутри вот этого пути, внутри вот этого корня, вы получите, собственно, вот этот, как бы вернувшийся объект файл. Для чего это сделано? Начиная с Android, по-моему, 7.0, ты не помнишь, с Android 7.0 не нужен в writeExternalStorage? Вот, по-моему, начиная с Android 7.0, если вы не указали permission вот этот вот в writeExternalStorage, то вы можете получить все равно к нему доступ вот через вот эту функцию, да, externalFilesDir. Но, соответственно, ваш доступ будет ограничен вот этой вот специальной директорией, да. То есть ко всему externalStorage у вас не будет дан доступ, и, соответственно, вы не можете прочесть данные других приложений. Это как бы обеспечивается тот же механизм песочницы, как с internalStorage, да. Но это только начиная с Android 7.0. До 7.0 все равно надо запрашивать. Но если вдруг вашему приложению не нужен доступ, соответственно, к этой специальной директории, а нужен ко всему корню, да, externalStorage, да, где все директории, то вам надо использовать вот метод из environment, getExternalStorageDirectory. Там нужен обязательно permission, и там уже вернется вам фактически корень вот этого externalStorage. Вы можете хотеть по всем директориям удалять файлы какие-то, записывать, в общем, бесчинствовать, как вам угодно. Соответственно, тут пример, да, как, соответственно, работать. Все очень просто. Получаем там, соответственно, путь кэшдир, создаем файл. Здесь, соответственно, комментарий о том, что это корень всей файловой системы на externalStorage, и, соответственно, делаем все, что нам надо. Значит, вот это, соответственно, основные механизмы работы с файлами на Android. Не забываем, соответственно, что у нас есть асеты. Это только файлы, которые идут вместе с приложениями. У нас есть internalStorage, где мы имеем доступ только к нашей специальной директории, другие приложения туда не имеют доступ, и, соответственно, размер там ограничен. Лучше туда ничего большого не класть. И externalStorage, соответственно, это уже весь носитель, который нам там доступен, и там обычно большой объем. Туда сохраняем какие-то большие объемы данных. Например, я не знаю, музыку, там, если вы скачиваете фильмы или еще что-то, кладете все туда. Но, теперь смотрите, это все файлы. То есть это данные, которые хранятся на диске. Как вы понимаете, несмотря на то, что, конечно, уже революция там движется всех электронных носителей семимильными шагами очень давно, и мы уже ушли там далеко не давно от дискет, которые очень медленно работали, и сейчас, в принципе, большинство носителей это просто микросхемы памяти, да, это какие-нибудь флешки, и, соответственно, сами телефоны, все равно они работают недостаточно быстро, потому что данные хранятся в файловой системе, да, файловая система это специальная разметка вашей памяти, где у вас, соответственно, эти файлы могут храниться в разных там директориях, поддиректории. Доступ к ним, соответственно, чтение, там, запись и так далее уже усложняется вот этим, как бы, как сказать, промежуточным, да, механизмом в виде абстрактной файловой системы. Ну и плюс скорость вообще чтения из этой микросхемы не такая уж прям очень высокая. И если вы все время файлы будете читать именно с носителя, да, с external storage, скорость не такая уж будет большая. Поэтому многие данные программисты хранят в оперативной памяти, да, которая гораздо быстрее, чем external storage, и, соответственно, доступ к ней быстрее. Но оперативная память, как мы помним, тоже у нее размер конечен, и там надо не забывать, что нельзя хранить много, большой объем данных. Плюс надо не забывать, что вообще Java HIP, это, собственно, куча, в которой, да, выделяется память для вашего приложения, ее размер довольно-таки ограничен. В зависимости от версии операционной системы Android варьируется этот размер, да, количество оперативной памяти, которую вы можете выделять. но сейчас он обычно где-то в районе там 128 мегабайт, ты не помнишь, там что-то менялось, 256 сейчас есть где-то. Вот, но на старых версиях Android, например, на 4-й, можно столкнуться с ситуацией, когда размер вот этой вот кучи, он вообще меньше там 96 мегабайт, иногда бывает 64 мегабайта, то есть, сами понимаете, в принципе, мало. Ваше приложение само по себе, ваши классы, всякие объекты, занимают место в памяти, и плюс еще как хранение каких-то данных. А тут вам, например, надо хранить там картинки, музыку и так далее. Понятно, что у вас память очень быстро закончится, если вы все будете хранить в оперативной памяти. И вот на помощь приходит такая штука, называется LRU кэш. Переводится, соответственно, ну и расшифровывается, тут написано least recently used, да, то есть, последний используемый. Принцип этого кэша такой, что вы туда кладете какие-то данные, которые вы создали, да, объекты в памяти, по, соответственно, какому-то ключу. Да, механизм работы кэша простой, вы по ключу кладете какое-то значение, по ключу его потом оттуда вытаскиваете. При инициализации этого кэша вы его можете ограничить, соответственно, каким-то объемом памяти, который он может занимать. Здесь, соответственно, в примере указывается, приводится, соответственно, Max Memory, да, максимальный объем, который нам доступен, и делится там на 1024. Вот этот объем, который у нас есть, соответственно, он будет доступен кэшу. Что, соответственно, будет он делать? Когда вы туда данные какие-то кладете, он смотрит, достигли ли вы предела занимаемой памяти, если достигли наименее часто используемые, соответственно, данные, он удалит, поместит новые, и так будет делать дальше, то есть пока он пустой, он наполняется, вы туда кладете данные, и они просто там хранятся по вот этим ключам. Как только он достиг какого-то своего предела, он на самые редкие используемые ресурсы, соответственно, он начинает удалять. И, соответственно, использовать его надо вместе вот с механизмом с вот этих вот кэш ваших директорий. Классический пример, я покажу вот прям вам приложение, как работает. Если вам нужны какие-то данные, например, картинка, да, для отображения в списке, вы идете в LRU кэш, да, и пытаетесь по ключу, ключ, например, это имя файла, ну, например, или полный его путь, например, или еще какое-то сгенерированное вами значение, и пытаетесь получить его из кэша. Скажем, вам кэш сказал, что нет, у меня нету этой картинки. Окей, ее нету, соответственно, в оперативной памяти. Что вы делаете? Либо вы качаете ее по сети, либо читаете из файла. Например, даже для начала вы пытаетесь прочесть из файла вот из этой кэш-директории, да, то есть в LRU кэша не оказалось, идем, соответственно, в кэш-директорию, пытаемся файл прочесть. Файла там тоже нету, то есть он либо был удален, либо еще не был создан. Отлично. Вы, соответственно, загружаете файл по сети, картинку, да, в этот момент у вас крутится там какой-нибудь вот этот прогресс-бар, файл скачивается, кладется в кэш-директорию и тут же соответственно загружается, кладется в LRU кэш, то есть по этому ключу вы его положили. Дальше вы, например, свой адаптер нотифицируете о том, что у вас обновились данные, да, если это там RecyclerView, то вы говорите Notify Item Change, если ListView, говорите там Notify Data Change, у вас, соответственно, ваш ListView обновляет данные, идет опять по тому же самому пути, да, круг повторяется в LRU кэш, но там он уже находит эту картинку и ее отображает. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот вы берете, прокручиваете список, он у вас обычно подгружается медленно, да, потому что видно, да, там это, а вот вы крутите его обратно, он подгружается быстро. Это значит, что эти данные, которые, соответственно, вы скачали по сети, они уже закэшировались в LRU кэше. В крайнем случае, если вдруг вы превысили объем, самые старые данные, они удалились, но они у вас есть вот в этой кэш-директории, и они все равно потом загрузятся достаточно быстро. Вот. И вот такой вот как бы закольцованный круг, он позволяет вам работать с данными очень эффективно. Вы не потребляете много памяти, у вас есть возможность восстановления данных, то есть вы никак не завязаны на то, где они хранятся в памяти, в сторидже или, соответственно, там по сети, и только если у вас нет интернет-соединения, ну, в этот момент вы скажете, извините, сети нет, вы ничего не можете отобразить. Собственно, вот такой механизм обычно работать с файлами. Но бывает ситуация, когда вам не надо сохранять какой-то большой объем данных, а надо сохранить какие-то, ну, небольшие параметры, да, то есть, я не знаю, значение какое-то, да, там, например, настройки приложения, да, какие-то галочки, которые вы включаете, выключаете. И для этих вещей есть в андроиде, называется штука шарит преференс. Значит, он доступен, соответственно, опять же, из контекста, в нем можно хранить данные по, опять же, параметрам ключ-значения, да, по ключу вы записываете какие-то данные. Данные можно хранить примитивные, соответственно, строки, соответственно, какие-то целочисленные, там, булевые значения, но, как обычно, в крайнем случае, если у вас какая-то сложная структура, вы ее можете, скажем, в JSON сериализовать, в JSON в строчку, в строчку сохраняете в шарит преференс. Но, сразу предупреждаю, желательно не хранить, опять же, большие данные в шарит преференс, потому что чтение не очень быстрое из него. На самом деле, шарит преференс из себя представляет специальный XML-файл, который создается в интернал-сторедже, да, рядом с вашим приложением. И просто вот этот шарит преференс менеджер умеет его вычитывать и из этого XML-а получать эти значения. Соответственно, XML, да, он там хранит все ваши данные. Вы, в принципе, можете посмотреть, как устроен, если у вас, скажем, эмулятор, да, эмулятор позволяет заглянуть внутрь интернал-стореджа, и, соответственно, можно посмотреть данные. Работать с ним достаточно легко. Для того, чтобы получить к нему доступ, вы, скажем, у контекста вызываете метод getSharedPreference, вот так вот это делается. Здесь вы указываете, ну, фактически это название файла, да, на самом деле, то есть это как бы название ресурса, к которому вы обращаетесь. Потом метод, к которому modPrivate, это значит, что только ваше приложение будет иметь к нему доступ. После того, как вы получили, соответственно, этот SharedPreference, у него есть, соответственно, подкласс внутри Editor, он получается через AsageEdit, потом работа с ним очень похожа как с бандлом, да, то есть вы туда через там putInt кладете, например, какое-то значение и вызываете метод apply, для того, чтобы он записался. Вот этот метод apply, он асинхронный, то есть возврат из него очень быстр, но это не значит, что данные прям тут же мгновенно туда записались, да, если в этот момент времени в какой-то, когда вызывается функция apply, что-то произошло и, например, ваш телефон перезагрузился, может такое произойти, что вот эти данные не успели записаться, да, потому что они, как бы там используется механизм отложенной записи, он через некоторое время только их записывает на диск. В большинстве случаев все работает нормально, никаких проблем нет, то есть вы вызвали метод apply и он там запишет, все нормально. Вот, потом прочесть эти данные также очень легко, вызываете getPreference, getSharedPreference, тот же settings modePrivate и у него уже без всяких эдиторов просто метод getInt и, соответственно, что вы хотите получить, там, getValue и, соответственно, получаете то значение. Ну, то есть все очень просто. так, давайте, наверное, сделаем перерыв и после этого я покажу пример и пойдем дальше. Давайте продолжим, посмотрим пример. Тут небольшое приложение, сначала покажу, как оно работает. Значит, смотрите, типичный представитель таких приложений, где у вас список, да, соответственно, с какими-то картинками. Картинки загружаются по сети, вот здесь у них есть адрес. Если я прокручу, то, видите, соответственно, тут интернет вообще медленный, они появляются не очень быстро. То есть, раз, раз, раз. Но если я прокручу обратно, то все нормально. Вот. И, соответственно, дальше, 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 ну и так далее, да. Значит, вот этот механизм уже обратной быстрой подгрузки, он обеспечивается за счет, собственно, LRU кэша и за счет кэширования на диске. Сейчас я покажу, как это уже сделано. Значит, что у нас есть? У нас есть какой-то тут скроллинг активити. Так. И есть лист фрагмент. Значит, лист фрагмент у нас отвечает за список наших изображений. Когда мы, соответственно, его создаем, у нас такой вот здесь простой layout, только recycler view, в нем ничего нет. Если нету memory кэша, мы его создаем, да, соответственно, такой же, как в примере, соответственно, там, берем max memory, делим там на 8, получаем какой-то наш, восьмую часть нашего кэша. вот, соответственно, создаем, указываем в конструкторе LRU кэша размер, который максимальный, и, соответственно, что у нас будет храниться? Параметризированный класс, соответственно, первый тип string указывает, это ключ, по которому мы будем ходить, а bitmap, это, соответственно, данные, которые будут храниться. Вот. Ну, и, соответственно, вот здесь метод, который, собственно, определяет, да, мы его должны переопределить, который вернет размер наших данных, потому что LRU кэш сам не может там решить, да, соответственно, сколько, какой объем памяти занимает наши данные, поэтому ему надо предоставить вот такой метод sizeof, он по ключу, и вот, соответственно, получать эти данные. Так, дальше, что у нас тут? Update Image Sizes, там, соответственно, мы подготавливаем размеры нужные. Вот. Сам Recycler View устанавливаем Set Has Fixed Size, ну, как обычно, линейный layout manager, и устанавливаем, соответственно, адаптер. Адаптер очень простой. Соответственно, смотрим на его реализацию. У адаптера что есть? У него есть контекст, вот, у него есть там какой-то ID ресурсов и лист, да, соответственно, Image Data. Вот этот лист, это, соответственно, у нас обычный коллекшн. Что мы здесь делаем? Тут извлекаем, соответственно, наши ресурсы, где там layout inflator, view holder стандартный, соответственно, text view, image view, и, соответственно, задаем. дальше. Что у нас здесь происходит в bind view? Вот здесь у нас есть такой image data, у него есть instance, и, соответственно, у него есть метод getImage, который по позиции мы хотим получить нужную картинку. Значит, как он устроен? Соответственно, в самом конце есть специальный метод, который загружает картинку нужного размера и устанавливает в image view. Называется он load bitmod. Вот он как действует. Значит, первым делом он идет в memcache, так называемый, то есть наш LRU, и пытается отсюда получить по ключу эту картинку. Если, соответственно, ее там нету, например, то, что он делает? Он создает специальный image task, load image task, это обычный актив async task. Вот он такой у нас очень простой. И дает задание, соответственно, скачать. Тут есть специальный download drawable, для которого, соответственно, он устанавливает. Вот. И дальше он, соответственно, executed. Вот. То есть пошли в кэш, попробовали прочесть, картинки нету, создали task. Вот этот load async task, он устроен таким образом. он попробует первым делом прочесть, вот, видите, из getcachedir, прочесть файл из кэш-директории. Если он там найден, то, соответственно, он попробует, соответственно, его прочесть и вернуть вот тут вот return. Но если его нету, ну, то, что мы делаем? создаем URL, соответственно, openurl connection, а openstream, ну, тут очень простой код, да, так работать сетью не надо, но, в принципе, оно более-менее как-то работает. И тут у нас copystream, который копирует это изображение. И дальше происходит decode-файл. Соответственно, здесь просто происходит чтение этого файла. Вот. Эть, эть, где там, где у нас post-execute. Соответственно, в post-execute что происходит? Мы пытаемся получить из кэша это изображение, если, соответственно, его там нет, то мы его туда добавляем, потом мы получаем там наш image view и, соответственно, туда устанавливаем это изображение. Все. Больше тут ничего не делается. Ну, вот, собственно, вот такой довольно простой пример. Вы потом исходники сможете скачать и посмотреть. Ну, работает, в принципе, все достаточно плавненько. Значит, про что еще надо помнить? Например, вы вот это все сохранили в вашем internal storage и надеетесь, что, соответственно, файлы ваши никуда не денутся. Но умный пользователь что может сделать? Он берет вот так вот ваше приложение, вызывает application info, такой вот специальный диалог. И тут есть вкладка storage. Здесь указывается, сколько ваше приложение даст данными. Вот видите, здесь уже есть в кэше 5,7 мегабайт. Это, соответственно, куда сохранились наши изображения. Он такой, о, ничего себе, сколько всего. И в лучшем случае он нажмет ClioCache, то есть отдается только кэш-директория, но он может и ClioData. ClioData очистит полностью, соответственно, весь internal storage, чтобы вы в нем не хранили. И, собственно, к этому надо быть тоже готовым. То есть несмотря на то, что нам гарантируется, что, в принципе, сами по себе файлы никуда из internal storage не денутся, но их может удалить сам пользователь. Иногда это, в принципе, бывает полезно, если вдруг у вас, ну, что-то пошло не так. У вас при сохранении файлов произошла ошибка, и формат, в котором они сохранились, он, соответственно, какой-нибудь битый. И ваше приложение при чтении этих данных, например, падает. Ну, оно не было готово, да, что структура там не выровнена. Вот такая кнопочка на самом деле может вас спасти, потому что, если пользователь пишет там в поддержку и говорит, у меня приложение ваше падает, да, и не запускается, вы можете помочь ему попробовать, посоветовать удалить для начала все данные. То есть он нажимает клея дата, вот, ваши, соответственно, данные удаляются, но с большой долей вероятности приложение после этого запустится, потому что, единственное, файлы придется заново скачать по сети. Но вообще, собственно, надо не забывать, что современные телефоны хранят, конечно, ваши данные, но желательно все их копии как-то хранить, бэкапить еще в интернете, то есть в вашем сервисе должны они как-то сохраняться, потому что телефон можно потерять, может он сломаться, и несмотря на то, что Google обеспечивает такой, есть там механизм бэкапа данных, можно в своем андроид-манифесту указать флажок, называется он allow backup, вот, и у него есть, по умолчанию, он true, да, это значит, что Google данные, которые там сохраняются в интернл-сторедже, он как бы бэкапит, но работает это как бы странно, то есть не всегда и быстро Google все это, соответственно, синхронизирует и восстанавливается, потом это тоже как-то не очень быстро, поэтому обычно пользователь видит такую картину, что он покупает там новый телефон, устанавливает туда приложение, и оно, соответственно, пустое, ну то есть там данных нет, соответственно, вы должны быть готовы к тому, что вам надо данные сохранить где-то в своем сервисе и потом их загрузить заново, вот, так, ну в общем, вот такой простой пример, давайте тогда продолжим дальше, давайте дальше, SQLite, значит, смотрите, в общем, я рассказал о том, что можно файлы в каком-то вашем собственном формате хранить на диске, вы сами можете его изобрести, взять какое-то готовое решение, что-то свое, бинарный формат, можно JSON, можно XML хранить, есть Google Proto Buffers, но иногда эти данные должны быть, соответственно, структурированы, да, там как-то, и в принципе, для этого неплохо подходят базы данных. Вообще, многие знают, как работают базы данных и с ними работали, да, вот, я надеюсь, что большинство все-таки знакомы. Значит, SQLite, это такая очень простая база данных, ее разрабатывают, в принципе, те же люди, что и PostgreSQL, да, и, в принципе, по своему, как бы, API она очень похожа на Postgre, единственное там отличие, она как бы не многопользовательская, для нее не нужен отдельный сервер, или еще что-то, и она не живет как отдельное, как бы, приложение. То есть SQLite, когда вы им пользуетесь на Android, это база данных, встроенное в ваше приложение, то есть вам не надо никуда подключаться, да, там, ни по какому IP-адресу ходить, оно просто есть внутри вашего приложения, и это просто как бы один файл, да, то есть просто он, соответственно. Преимущество в том, что вы, когда работаете с SQLite на Android, сохранили вот этот файл с базой данных, в принципе, его можете вытащить на компьютер, и просто через команду SQLite 3 получить к нему доступ, и посмотреть все, что там хранится, да, вот эти все таблички, поля, можете туда что-то дописать, если вам что-то надо, в общем, формат базы данных на мобильном телефоне точно такой же, как и на десктопе, вот, это, в принципе, неплохо, вот, и вообще, в принципе, механизм с ним работы достаточно простой, как здесь вот написано, что все хранится в одном файле, можно читать, в принципе, из разных потоков, но не рекомендуется, вот, но писать надо из одного потока, но это чуть позже я расскажу. В принципе, в принципе, Android предоставляет достаточно удобный API по работе, да, то есть там есть набор классов, вот здесь они указаны, это Content Values, Cursor, SQLite Open Helper и SQLite Database, да, в принципе, один, два, три, четыре класса на все про все. Значит, SQLite Open Helper это специальный класс, который вам нужен для открытия базы данных, да, сейчас я там расскажу для чего, у него есть метод там onCreate, onUpgrade, достаточно важные два метода, собственно, сам класс SQLite Database, у которого есть несколько методов, типа Query, Delete, Update, Insert, Exec SQL, Replace, все они дублируют фактически какие-то SQL команды, и, соответственно, Content Values это специальный класс, когда вы хотите данные положить в базу данных, то есть там опять же по ключ-значению вы как бы составляете данные, которые будете запихивать, а курсор, соответственно, это, соответственно, специальный объект, который возвращается вам, когда вы данные какие-то вычитываете, да, и курсором вы, соответственно, двигаетесь по полям, в общем, работа очень простая. Про что надо помнить при работе с базовыми данных вообще, да, ну и на Андроиде в части? Это такая штука, как SQL Injection, вот, то есть внедрение внутрь SQL-запроса каких-то сторонних данных. Значит, смотрите, вот у Андроида, у вот этого класса SQL Database есть метод ExecXQL, к которому, в принципе, можно скормить любую вот строчку, да, вот такой обычный запрос и подставить туда какие-то данные. Например, где-то в серединке просто через стандартное форматирование строки, да, вы вставляете какую-то, какую-то строчку, которую вы берете, скажем, из текст инпута, да, пользователь должен туда имя ввести свое, скажем, вот, и, соответственно, вы, соответственно, пытаетесь это удалить. А есть другой способ. Можно через специальное форматирование, то есть подставляя специальные маркеры, да, куда будут вставляться вот эти значения. Казалось бы, ничего общего, да, ну, точнее, очень похожие два метода, но в чем же их такое отличие? Дело в том, что вот сюда вот, UserInvStream, можно вставить вообще все, что угодно, да, любое SQL выражение. Пользователь может, если он знает, что у вас там так все устроено, он может, соответственно, прям вставить вот здесь там точечку с запятой, потом набрать SQL выражение, вроде там, Drop Database, там, и так далее, то есть уничтожить все данные, и у вас все, соответственно, удалится. Так делать не надо. Соответственно, если вы подставляете через специальные маркеры, у вас будут подставляться только специальные значения, да, которые, и если вы попробуете здесь какое-то выражение вставить, да, через там точку с запятой, у вас, соответственно, будет просто ошибка выполнения. Вот. Соответственно, надо всегда использовать вот эти такие знаки вопроса, да, они отличаются от стандартного форматирования строки, да, знаете, там можно через проценты всякие, вот, но тут вот такой механизм, вы устроили, где вам надо вставить какие-то значения, вставляете знак вопроса, а потом передаете массив строк, и у вас, соответственно, через запятую здесь вот эти параметры, которые туда, надо вставить. Значит, один из первых методов, с которым вы столкнетесь, соответственно, метод query, он принимает кучу параметров, как видите, и возвращает курсор. Этот метод нужен, когда вы хотите что-то, ну, вычитать из базы данных, соответственно, это заброс обычно select, да, когда вы хотите какие-то данные прочесть. Соответственно, вы указываете table, это имя таблицы, которые вы хотите прочесть, column, соответственно, список колонок, да, из которых вы хотите получить данные. Selection, это, соответственно, подставляете, это фильтр where, на самом деле, просто, да, если вы знакомы с ним, то есть, когда вам надо указать фильтр, по которому вы выбрали что-то, а сюда, соответственно, вы подставляете аргументы. Потом string group by, если вам надо их сгруппировать, соответственно, как и в SQL group by, having, ну, если вы знаете, что это такое, это фильтровка потом вот этого загруппированных данных, order by, если вы, соответственно, хотите их потом отсортировать, и лимит, если вы хотите ограничить это количество данных, которое вам вернулось. Все, в принципе, то есть, в принципе, все вот это дублируется, обычно, обычный SQL запрос, да, просто он сделан в виде такой удобной функции. И на выходе вы получаете объект типа курсор, из которого вы можете вычитывать данные. Я потом покажу, как с ним работать. Метод insert, соответственно, ну, он как выполнение в SQL insert. Что он принимает? Здесь table, соответственно, таблица, куда вы хотите. Null column hack, это, соответственно, если вам надо вставить, как бы, пустые значения, да, то есть, SQLite по умолчанию не позволяет такие данные вставлять, поэтому для этого нужен вот этот вот null column hack, который позволит вам вставить пустые значения. Null. Values, соответственно, values, которые вы будете вставлять, как я говорил, это специальный класс content values, и конфликта алгоритм, это если вдруг у вас там данные совпадают, да, то что делать? Там replace, rollback, ignore. Ну, для того, чтобы четко понимать, что это такое, вам просто надо уметь работать с базой данных, да, к сожалению, наш курс это не покрывает, если вы не знаете, как работать с любой базой данных, SQL, то я рекомендую вам почитать просто документацию, в принципе, на сайте SQLite3 достаточно простая документация, там описано, что, как делать, вот, и все просто, вот, и, соответственно, есть еще методы delete update, update, если вам надо обновить данные какие-то, вы, соответственно, указываете таблицу, соответственно, where, это, соответственно, фильтр, да, что попадает, аргументы, значения, которые удалить или обновить, ну, и, соответственно, возвращает количество измененных данных, тоже все очень просто. Значит, exec SQL, тут, как я говорил, два метода, да, таких, есть exec SQL, где вы указываете сами какую-то строчку, сами ее форматируете, но помним про то, что есть SQL injection, и, соответственно, туда может что-то попасть лишнее, и другой метод, где мы, соответственно, вставляем через знак вопроса, соответственно, вот эти аргументы, и аналогичен exec SQL, есть row query, значит, exec SQL, это когда вам надо выполнить данные, типа, insert, delete, update, и так далее, а если вам надо прочесть select, то вам, соответственно, должен вернуться курсор, и для этого есть метод row query, где вы указываете, соответственно, опять же, SQL запрос, тут вы, соответственно, вот в этих методах просто можете обычным, да, SQL языком указывать выражение, да, where, там, трота-то-то, group by, там, и так далее, сами формитируете это выражение, и в итоге получаете, если вы не хотите работать вот с теми методами, типа insert, delete и так далее, вот, ну и, соответственно, на выходе получаете тот же курсор, соответственно, совет, лучше старайтесь использовать методы, которые были перечислены, типа, отдельный insert, там, delete и так далее, вместо того, чтобы использовать напрямую execute SQL и row query, они более безопасны, значит, но, соответственно, возникает вопрос, вот у вас есть эта база данных, но вам ее как-то надо наполнить, да, то есть, по умолчанию, она обычно пустая, там ничего нету, соответственно, ну, способов несколько, вы можете, во-первых, вы можете саму базу данных, заранее подготовленную, положить в асеты, да, то есть, это обычный файл, и во время запуска приложения вычитать и сохранить ее в internal storage, например, и ее открывать, не проблема, можете в асеты положить XML или JSON с данными и, соответственно, опять же, их вставить внутрь созданной базы данных во время, там, запуска или работы приложения, вот, можно скачать файл с базой данных по сети, в принципе, ну, в общем, способов достаточно много, вот, и никаких сложностей нету, единственное, напомните о том, что если вы ее сохраняете где-то на external storage, то к ней может получить доступ кто угодно, потому что база данных никак не защищена, и вот тут возникает иногда ситуация, когда вам надо хранить данные, которые, ну, вы не хотите, чтобы вдруг кто-то случайно оттуда прочел, чем удобно использовать вот этот API из SQLite, вот этот набор классов, это тем, что есть сторонний проект, называется он SQL Cypher, делают его там сторонние разработчики, что они сделали, они взяли и прикрутили к SQLite шифрование, то есть все данные, которые туда помещаются, они шифруются, и, соответственно, другой человек, попытавшись прочесть эти данные, да, он просто получит какую-то кашу, вот, ничего там нету, то есть даже вот файл отдельно не сможет открыть, и самое прекрасное, что вот эти разработчики предоставили тот же самый набор классов прям с такими же самими именами, как вот у SQLite из Android SDK, это удобно тем, что если вдруг вам понадобилось базу данных сделать вашу защищенную, вы просто подключаете вот этот сторонний проект, да, просто его библиотеку и меняете зависимости, вот эти импорты в Java просто с андроидовских классов на вот SQL Cypher и все, а дальше вам, соответственно, код модифицировать никак не надо, он будет работать автоматически, там отличается только открытие базы данных, потому что вам нужен ключ для дешифровки положить туда, да, соответственно, указать, с помощью которого будут данные дешифрироваться, таким образом, в принципе, можно хранить какие-то чувствительные данные, соответственно, сам ключ вам хранить надо где-то отдельно, так, чтобы злоумышленник его не украл, опять же, у вас на сервере, то есть, например, локально ваша банка данных не может быть открыта без интернета, да, соответственно, пользователь запускает приложение, если вы делаете, например, банковское приложение какое-то, да, банковский клиент, понятно, да, что данные должны быть защищены, вы можете попробовать использовать вот этот Scale Cypher и ключ каждый раз качать из сервера, да, по сети и не сохранять его нигде локально, то есть, он у вас просто в памяти висит, пока приложение работает, приложение перезапустилось, ключ надо получить заново, так можно, в принципе, обеспечить неплохой способ защиты данных, но есть и определенные проблемы, значит, SQL Lite на самом деле не так уж прям хорошо работает, с ним бывают сложности, значит, вот здесь перечислены три ошибки, с которыми можно столкнуться, три исключения на самом деле, которые могут возникнуть во время работы с базой данных, первое, это Database is locked, соответственно, база данных закрыта, то есть, вы пытаетесь ее открыть, а вам возвращается ошибка, что база данных залочена, заблокирована, не можете получить туда доступ, это значит, что какой-то другой поток в этот момент работает с базой данных, дело в том, что SQL Lite, у него операции на чтение и на запись в принципе защищены одним и тем же объектом Mutex, да, то есть, в принципе, хотя у них два разных метода getReadDatabase, getWriteDatabase, но на самом деле они опираются на тот и тот же механизм блокировки, и если база данных в данный момент открыта на запись, то она не может быть открыта на чтение и наоборот, поэтому в принципе и в принципе объект, который возвращает вот эти методы, он в принципе один и тот же и особой разницы на самом деле между этими методами внутри нету. Потом есть еще метод Database is Closed, такое тоже бывает, что база данных уже закрыта, да, и нельзя соответственно получить к ней доступ. это происходит иногда, дело в том, что вы передаете в базу данных при работе с ней контекст, и соответственно если этот контекст протухает, то обычно и база данных автоматически закрывается, и такое бывает, что соответственно Activity уже умерла, да, и контекст, который вы передали туда, опять же тот же протух. Ну и бывает еще corrupted Database, да, это соответственно если вдруг она повредилась, значит для того, чтобы ее полечить, можно попробовать применить специальную функцию SQL называется Vacuum, да, то есть ее можно запускать и в SQLite 3, иногда это чинится, да, соответственно как такое могло произойти, например, телефон перезагрузился во время работы, или во время записи этих данных пользователь взял и прибил ваше приложение, да, принудительно его остановил, там остановив процесс, такое тоже может, то есть запись на диск какая-то могла прерваться, и соответственно база данных повредилась, починить можно вакуумом, но не всегда, то есть на это надеяться не надо, ну и вот тут еще низкая производительность, это к слову вообще об операции вакуум, если у вас объем данных достаточно большой, который вы храните в SQLite, то вот эта операция вакуум выполняется очень медленно, значит если кто-то не знает, что это такое, во время активной работы с базой данных, когда вы вставляете, удаляете данные, обновляете, она фрагментируется, называется фрагментирование, то есть ее размер физически увеличивается, там создаются дополнительные ссылки ввиду сложности структуры вот этой самой базы, и для того, чтобы потом в какой-то момент все это оптимизировать, привести к нормальному методу, эпизодически надо вызывать вот этот метод вакуум, который проводит вот эту операцию, но он иногда выполняется очень медленно, вот Кирилл рассказывал, что в почте как-то выполнялся вообще чуть ли не сколько часов? Решили включить вакуум для наших пользователей, почтовое приложение, это приложение, которое у пользователей стоит достаточно продолжительное время на устройстве, у них довольно много писем, соответственно, базы были достаточно большого объема, достаточно большого, это десятки мегабайтов на устройстве, и мы решили включить вакуум, он включался не сразу, там какой-то запуск, и мы обнаружили, что пользователи стали удалять приложение, мы не понимали почему, а потом взяли устройство с приложением автором, большая фрагментированная база, запустили его и поняли, что оно висит на сплэш-скрене в порядках 5 или 7 минут, пока это два полных. Да, то есть обычный человек с мобильным телефоном не готов, что приложение будет так долго запускаться, то есть, я думаю, вы все знаете, что приложение обычно запускается быстро, и если приложение запускается несколько минут, пользователь думает, что оно повисло, да, то есть он не будет разбираться, что там что-то происходит, он видит, даже если вейт-курсор какой-то, он такой, повисло, и он прибивает, несколько раз запустит, потом пишет, говорит, ваше приложение сломалось, то есть на самом деле оно-то работает, но он уверен, что оно сломалось, и говорит, все, дизлайк, одна звезда удалил, все, больше я пользоваться этим не буду ну пользователь сейчас привередливый вот поэтому с вакуумом надо быть аккуратным но тут в принципе перечислено все то же самое что я говорил да вот эти состояния в какой момент времени может происходить база данных lock вот вообще вот по поводу датабейс из локт какая рекомендация старайтесь работать в одном потоке с базой данных не обязательно это не и и трет должен быть да опять же потому что чтение и запись операции тоже не быстро и поэтому из я и треда с базой данных лучше нет дел лучше завести отдельный поток например который вас там там крутится постоянно в нем есть какая-нибудь например очередь сообщений да вы положили туда блоки ткью которая вода умеет блокировать поток что вы делаете вам что-то надо там записать вы специальное сообщение отправляете в эту очередь отдельный поток вычитывает это сообщение и соответственно производит операции с базой либо записывает либо их читает да и соответственно куда-то этих данные возвращать за счет этого можно избежать очень как бы большого количества проблем даст не получать вот эти ошибки и соответственно у вас все будет более-менее нормально работать потому что если вы начнете из разных потоков получать доступ на чтение надо запись пытается данные обновить там прочесть и вычитать как-то то рано или поздно это закончится тем что все таки приложение упадет там с какой-нибудь ошибкой значит database close ну соответственно тоже уже рассказывалось что там можно как может такое произойти когда там несколько на работает и activity ну и corrupted соответственно тоже тут есть несколько примеров о том как вообще работать с базой данных как оптимизировать соответственно большие запросы не писать до соответственно которые там больше тысячи строк там то далее не используйте смещение в лимит да но если вы знаете как их указывать если нужно создавать таблицу существующей используйте метод соответственно insert с select очищайте память после больших запросов вызовом sql и database release memory да то есть если вы делали есть специальный метод когда вы что-то большое туда же используйте индекс но это при работе с любой базой данных не используйте лайк значит лайк это ну как бы типа полнотексты поиск да и он на раз а вы на самом деле работает вы скилайте очень медленно соответственно в условиях кстати легкие там и индексированные запросы правильно используйте join или не используйте и избегайте фрагментации но соответственно фрагментации тоже лучше избегать вот ну join сейчас многие советуют и в серверных базах данных не используют делать его фактически самому руками чтобы там шардирование поддержить и так далее вот про базы данных все сейчас давайте я покажу пример да ну смотрите там есть вообще поддержка как бы транзакционности то есть вы можете там создать транзакции их потом как бы плавить но я не знаю насколько вообще хорошо тут может кирилл лучше расскажет у него больше наверно опыт работы с базы даже не проинициализировать то есть у вас файл база данных поврежден и когда вы будете цели инициализировать свою искать базу данных она не проинициализируется то есть вы не сможете применить никакие инструменты поддержки транзакции потому что у вас не на чем это делать до ломается вся база вот самый худший случай это удалять файл и пересоздавать собственно с нуля саму базу данных это гарантированно работает поэтому несмотря на то что это персистентное хранилище которое обеспечивает какое-то хранение данных на устройстве нужно всегда иметь ввиду что вы в какой-то момент можете остаться без этого хранилища и иметь возможность заполнить его данными откуда-то сервера ну не самое надежное средство хранения ваших данных да но в принципе самое зато распространенное да и есть всегда там же еще и у нас рилм сейчас да там есть в принципе база данных сторонний да сейчас их уже прилично появилась можно попробовать их использовать вот но это то что у вас есть из коробки вместе с android sdk вот начиная там с древних версий андроида вот ну и как я говорил для меня например свое время было спасением то что есть вот и скел сайфер потому что мне надо было быстро проект переключить на что-то что умеет сохранять данные зашифрованном виде и это прямо было спасение я когда его нашел прям очень радовался то так в общем в остальном лучше не использовать ну вот такое простое приложение что-то тут когда мы нажимаем кнопочку и д нас поле какое-то добавляется да можно еще что-то тут написать вот ok и remove соответственно предыдущие удаляется ну в принципе ничего больше это не надо значит устроена она очень просто давайте смотреть значит у нас есть main activity он соответственно там вот об компакт activity у нас есть дб хелпер сейчас посмотрим подобные и есть лист адаптер соответственно лист адаптер показывает соответственно данные которые у нас хранятся вот там вот списке которым мы добавляем значит смотрите самое главное это класс дб хелпер значит он наследуется как я говорил от класса эскилайт open helper вот здесь вот для чего это сделано у него самое главное есть метод он креет сейчас попробую развернуть его так вообще может свернуть вот смотрите что здесь делается вот этот метод он креет он вызывается автоматически то есть это коллбек да как у activity метод он креет и так и здесь метод он креет если базы данных не существует то есть вы пытаетесь базу данных открыть да она еще не создана и вот этот соответственно класс вспомогательный open helper вызовет вот этот метод он креет здесь вам придет на входе вот эта база данных уже снова созданная и соответственно пред вы можете с ней что-то сделать обычно здесь и и соответственно ну инициализировать создают нужные таблицы здесь вот соответственно приведен пример даст что что мы делаем создаем там таблицу тесты у нее соответственно есть праймерики там и соответственно выльет текст то есть самая простая табличка вот но немаловажно что у этого класса есть еще второй метод называется он он апгрейд смотрите вот здесь есть константа называется она db вер и db name значит они используются вот здесь вот в конструкторе вот этого db helper и как вы видите он на входе получает контекст как я говорил от которой база данных зависит и соответственно можно указать еще имя и версию если вам нужен какой-то специфический курсор да не стандартный то вы можете для него указать вот factory это соответственно метод который будет вызван до для создания вот этого объекта курсор но самое главное это имя и версия значит имя это имя вашей базы и обычно так называется файл который будет сохранить а версия соответственно версия база данных что произойдет если вы взяли выпустили свое приложение версии 10 там у вас есть какая-то база данных там с одной двумя таблицами вы с ними работали данные заполняли и вот вы выпускаете версию 20 и в этой версии вам надо поменять формат базы например у вас одна таблица новая добавилась в другой таблице какие-то поляпами доколой колонки изменились или еще что-то такое как вам соответственно узнать версию старой базы да и если ее надо конвертировать для этого помогает метод он апгрейд версии приложения 20 вывод этот db вверх ну тут уже дверся двоечка да можно поставить троечку да это просто intel значение вы его инкрементируете и соответственно когда версия отличается другой да соответственно когда вы открываете базу данных вот этот open helper сам проверяет старую версию и смотрит что у вас есть новое и если они отличаются он вызовет метод он апгрейд и вам здесь приходит две версии на входе версия старая которая предыдущая и версия новая с которой вы пытаетесь открыть для чего это сделано может произойти так что у вас за цикл обновлений вашего приложения скажем у вас было там 30 релизов у вас там пять раз менялся формат базы данных и у вас версия на самом деле там какая-то уже там 5 или 6 а в у вас например пользователь все это время приложение не обновлял ну по какой-то причине вот и у него версия например 10 а у вас сейчас версия 50 и вот вам надо уметь апгрейдится скажем с версии 10 на 50 с версии 20 на 50 там ну и так далее вот иногда это приводит когда вот этих версий очень много к ну вот очень сложной структуре вот этих апгрейдов но для чего это сделано собственно в этом методе вы когда понимаете как отличается предыдущая база от текущей можете сделать эти изменения да соответственно там через alter table там в этом добавляете там какие-то там колонки другие вы добавляете какие-то таблицы там create table и вот у вас уже новый формат вы уже можете с ним работать либо вы удаляете какие-то таблицы старые если вам не нужны в общем делаете модификации в почте сколько было там версии сейчас почти не занимаясь но на момент когда я уходил там было порядка от 110 версий вас данных инструмент миграция представлял собой там в общем направленный граф который позволял применять различные стратегии апдейта базы данных в зависимости от начальной версии там различные пути обхода этого графа были в общем это довольно большой компонент который позволял как-то саппортить и обслуживать базу данных которые клиент надевается стоять в общем обычно это не просто если у вас активно действительно используется база данных то есть там не пара там табличка прям все очень серьезно то и механизм миграции обычно очень сложный поэтому конечно вот надо помнить дальше собственно вот этот helper и соответственно именно его вы обычно используете для работы с базой данных то есть вы в него добавляете те методы которые вам нужны для того чтобы либо добавить данные какие-то либо прочитать в данном случае у нас например метод get count который соответственно вернет вообще число там записи в табличке да через соответственно в метод count что он делает внутри вот этого метода вы вызываете get readable database этот метод есть соответственно open helper да вот если мы посмотрим сюда то вот у нас класс вот этот вот скиллайт open helper и соответственно здесь вот этот метод get readable датабейс вернет вам db как я говорил если база данных еще не создана то в этот момент она создастся и будет вызван коллбек соответственно он креет после этого соответственно вы вернетесь сюда обратно и получите уже ссылку на вашу базу данных далее вы можете выполнить какой-то запрос например здесь серого кури который делает соответственно каунт получить объект курсор всегда вызывайте там move to first да чтоб к первой позиции его передвинуть и дальше соответственно вы у курсора можете получить значение например целочисленное и соответственно как это сделать вам надо указать из какой-то бы из какой колонки до соответственно это прочесть это можно сделать через вот get call он индекс орс роу соответственно если такой колонки нет то соответственно будет кинуто исключение вот здесь его поймаем самое главное не забываем по курсор закрывать если он не нул его надо сделать close и в самом конце еще закрыть саму базу вызвать метод db close все соответственно вы закончили с ней работать когда вы хотите добавить какое-то значение вы получаете соответственно get right ball database получаете опять же ссылку дб проверяете что там не нул например создаете класс контент в ильюс как я говорил у него там ключ значения до помним что у нас вот колонка называется в илью вот здесь она когда мы создавали и соответственно так мы называем вот это поле когда мы мы говорим что в для вылью нам подставится вот это значение и вызываем метод insert потом опять же закрываем базу когда мы хотим отредактировать что-то соответственно мы опять же создаем контент в ильюс кладем значение которые хотим изменить и указываем апдейт и соответственно указываем айдиш ник до соответственно ключ по которому мы хотим поменять в конце закрываем базу данных когда вычитываем по нужной позиции get в илью соответственно get read ball датабейс курсор как обычно выполняем метод куэре где мы говорим что мы хотим из таблицы тест получить значение там айди и в илью где айди соответственно совпадает с нашей позиции да это когда мы соответственно потому что у нас список да у нас инкрементируется значение от 0 до там бесконечности соответственно мы их сопоставляем с позиции в списке соответственно потом получаем целочисленное значение а здесь стринг соответственно тут у нас будет ключ а здесь у нас будет вэлью ну или соответственно проверяем исключения удаляйте по последнюю позицию соответственно что мы делаем получаем число наших записей получаем rite ball дата бейс и говорим что delete, соответственно, там последнее значение. Все, больше нам ничего для этого не надо. Вот, в main activity, точнее, в list adapter, что мы делаем? Когда нам необходимо отобразить view, мы, соответственно, если у нас нету inflater, там, inflate, соответственно, layout, потом мы из double helper получаем вот это значение и его insert. Ну, тут самый простой пример, чтобы не усложнять вообще код, но, конечно, так делать не надо. Как я говорил, в идеале у вас должен быть отдельный поток, который работает с базой. И что вы здесь сделаете? Вы, когда пытаетесь вот это значение поставить, вы здесь, соответственно, создаете специальное сообщение, которое отправите в очередь, которое обслуживается этим потоком. После того, как, соответственно, оно обработано, тот поток отдельный дернет ваш адаптер, скажет, что там, типа, notify dataset changed, да, и, соответственно, данные у вас обновятся. Вот такой пример. Ну, тоже, в принципе, все просто. Какие есть вопросы? Что-то непонятно? Или в целом все понятно? Ну, да, на самом деле, в принципе, работать с данными на андроиде достаточно легко. Да, ничего особо сложного нет. То есть и SQLite API предоставляет очень простой, и просто работа с файлами тоже, ну, как бы, ничем не отличается от Java. Вот. За iOS я вам ничего не скажу. Там, в принципе, с файлами работать почти так же легко, как с андроидом. А вот встроенная там база, она у них называется Core Data, и с ней как-то вот не так легко работать, как с SQLite на андроиде. Да, да, это SQLite, то есть они требуют, чтобы у вас сигнатура такая была, да, то есть когда будет разбираться это выражение, они найдут эти знаки вопроса и подставят туда. А используются не только SQLite, то есть тоже в уроке, если через Java? Ну, да, да, то есть это во многих местах может такое встретиться, вот. То есть стандартные есть, в принципе, вайлд-карты, да, или там какие-нибудь вот эти вот специальные процентные значения, да, это стандартное форматирование. А так, конечно, знаки вопроса много где, в принципе, встречается. Да. А вообще подключают ли другие базы данных, ну, в самом андроиде, ну, в самом устройстве? То есть там Postgre загружают или еще что-то? Или же это нельзя это вообще не делать? Ну, Postgre я вообще не знаю, как можно там запустить, ну, при желании. Не, на самом деле просто есть, да, которые именно базы, которые, ну, именно для мобильных приложений, да, есть отдельные базы, которые, в принципе, в противовес SQLite. Создана, как я говорил, вот RIL, достаточно популярная есть, просто это зависимость, которую вы добавляете в Build Gradle, да, это просто библиотека, и вы с ней просто работаете. Это на самом деле тоже будет просто там файлик специальный, создан в специальном формате, и все. Вот SQLite, он на самом деле идет из платформы, то есть он доступен, но вам, вас никто не ограничивает в том, что вы подключили свою версию SQLite. В платформе эта версия, она, ну, достаточно не свежая. Живой проект SQLite, он сейчас на несколько версий вперед ушел, и там есть всякие прикольные фичи, которые недоступны из коробки из Android, поэтому вы можете собрать себе эту библиотечку, ну, SQLite, собственно, и завязать в своем приложении, как внешнюю зависимость, использовать как базу данных с таким же интерфейсом, в общем-то. Вот, можно подключать разные новые SQL-базы данных, там, насколько я знаю, вот, кауч-деби подключают на Android, но, в общем, варианты есть. Я еще не встречал прецедентов таких, но Android-устройства, они не настолько хорошо в формате, чтобы иметь какой-то профит от Тарантула на нем, поэтому… Тарантул, он все-таки для мобильных устройств не очень, у него другие задачи, да, выдерживать, там, большие нагрузки, там, и так далее, а тут, как бы, что вам надо, у вас один клиент, все, все просто. Что-то там, а файл в голову? Да, да. Вот мы сегодня говорили про файлы, потом говорили про базу данных, и над всем, над этим есть еще одна надстройка, которая называется Content Provider, про которую я сейчас расскажу. Вообще, Content Provider мы упоминали с самого начала, вот с самой первой лекции, если вы помните, мы говорили про основные компоненты Android-приложений, вот там, наравне с сервисами, Activity и Broadcast Reserver, были Content Provider. Это такой, ну, компонент, который, на самом деле, применяется довольно нечасто, и довольно многие Android-разработчики вообще с ним, на самом деле, никогда в своей разработке-то и не сталкиваются, кроме как работы с контактами, какими-то, ну, встроенными провайдерами данных в самой платформе, и нечасто имплементят эти провайдеры у себя в приложении. Так вот, собственно, для чего они вообще нужны, что они позволяют делать и как ими пользоваться. Content Provider – это механизм обмена данными, и тут ключевое слово, точнее, фраза между приложениями. Вот я рассказывал о том, что приложение в Android – это отдельный процесс, то есть есть два приложения, это два различных процесса, и процессы, они по определению изолированы друг от друга, и у них нету шарит памяти, и, в общем, они не могут обмениваться данными, у них свои изолированные хранилища и файлы, и, в общем, все довольно секьюрно, на первый взгляд. Но при этом нам необходимо часто решить задачу предоставления данных из одного приложения в другое. Ну, например, вот контакты. Многие приложения пользуются контактами, которые есть в записной книге непосредственно в операционной системе. Приложение «Контакты» – это обычное приложение, оно отличается только тем, что это приложение имеет там специальные системные привилегии, потому что оно сделано вендором и установлено специальным образом. Но, тем не менее, это такое же приложение, которое работает в отдельном процессе, и у вашего клиентского приложения нет возможности просто взять и запросить эти контакты из какой-то базы данных и прочитать их. Для того, чтобы обеспечить этот механизм, как раз существуют эти контент-провайдеры. Они позволяют вам перейти вот эту границу двух процессов и работать с данными, как будто эти данные доступны вам посредством какого-то рест-интерфейса. И интерфейс, похожий на запросы к SQLite и к базе данных. Механизм контент-провайдеров, он за вас реализует эти инструменты сериализации данных, сериализации запросов и, собственно, доставки вам этих данных в ваше приложение, ваш процесс, ничего с вашей стороны реализовать для вот этого низкоуровневого взаимодействия, в общем-то, не нужно. Контент-провайдеры, как и большинство, ну, как все компоненты Android-приложений основные, они позволяют настроить пермишены для других приложений таким образом, каким-то образом защитить ваши данные. Ну, остальные детали я сейчас расскажу. Как я уже сказал, контент-провайдер удобен тем, что он предоставляет что-то наподобие рест-интерфейса для данных. Ну, условно говоря, вот у нас есть в Java класс такой URI, он есть и в Android URI, это Unified Reference Identifier, уникальный идентификатор какого-то контента. Для адресации контента через контент-провайдер там используется специальная схема, ну, если там в интернете это HTTP, там HTTPS, то для контента используется схема контент. И далее обычный формат ссылки как на формат любого ресурса. Формат запроса данных, он похож на язык SQL, то есть там применяются такие же селекты, там, ну, вообще есть та же самая набор операций, крут, который предоставляет любая база данных, то есть там можно создавать, читать, обновлять, удалять эти данные и пользоваться инструментом запросов, в общем-то, идентичным тому, что вам позволяет база данных. Это довольно удобно, потому что на самом деле весь инструментарий, он вам знаком. За этим интерфейсом можно скрыть непосредственно базу данных, то есть если в другом процессе работает база данных, то вот эти запросы, они довольно просто и однозначно проецируются на запросы непосредственно к базе данных. Если же там какие-то другие источники данных, например, ну, напрямую с файлами мы работаем, то, в общем-то, этот URI можно интерпретировать как ссылку на какой-то конкретный файл, который лежит вот в директории, доступной вот этому внешнему процессу. В самой операционной системе есть несколько встроенных провайдеров, которыми вы можете пользоваться уже, в общем, с самого начала. Как я уже сказал, это в первую очередь контакты. Это один из самых популярных, наверное, контент-провайдеров, которые используются в современных андроид-приложениях. Ну, вот, например, лог звонков – это тоже некий поставщик данных, к которому, собственно, вам надо тоже обращаться для того, чтобы его получить в своем приложении. Он, как и контакты, он прикрыт примишеном, и для того, чтобы вам получить к нему доступ, вам надо запросить соответствующий примишен в своем манифесте. Но об этом мы тоже еще поговорим. Вот интересный пункт здесь – это вот медиа-стор. У вас в каждом приложении есть… в каждом устройстве есть такая штука, как галерея. И там хранятся фотографии, которые вы снимаете на камеру, видео, ну, и прочий медиа-контент, там, аудио-файлы, которые вы записываете. Они тоже доступны вам посредством контент-провайдера, и этот контент-провайдер – это вот медиа-стор. Соответственно, с помощью него вы можете получить доступ к каким-то данным из галереи и из хранилища аудио и видео, которые у вас на телефоне, которые доступны вам посредством стандартного приложения галереи. Как этим пользоваться? Ну, как я уже сказал, контент-провайдеры имеют возможность объявлять пермишены для доступа к ним, и все системные контент-провайдеры, они требуют для доступа к ним объявить пермишен в манифесте. Более того, если вы не объявляете пермишен в манифесте, реализуя собственный контент-провайдер в приложении, то он будет недоступен для других приложений. То есть он будет доступен в рамках вашего процесса, а другие процессы внешние не смогут получить к нему доступ, он не будет опубликован. Соответственно, вам необходимо объявить пермишен, сформировать корректный URI для доступа к контенту, ну и, собственно, получить данные в виде курсора. Здесь уже, опять же, знакомый вам объект курсор, который возвращается при запросе в базе данных, контент-провайдер возвращает точно такой же объект курсор. Вот это, опять же, тоже сделано для того, чтобы унифицировать доступ и, ну, единообразно работать с локальной базой данных и с контент-провайдерами, базами данных, которые доступны в других процессах и в других приложениях. Про пермишена мы уже говорили. Ну, вот если посмотреть на вот эту строчку, то здесь объявлен пермишен для доступа к контент-провайдеру пользовательского словаря. Наверняка вы не знали, но в операционной системе есть пользовательский словарь. Там хранятся какие-то слова, которые добавляют пользователи. Там есть частота использования тех или иных слов. Вот. В общем, да, он такой есть, и у него есть пермишен вот read user dictionary. Вот этот пермишен — это пермишен для чтения контактов, соответственно. Когда пользователь ставит приложение из маркета, он увидит, что данное приложение запрашивает эти пермишены и, в общем, он может оценить, насколько важно для него дать доступ к этим источникам данных для этого приложения. Здесь еще важно понимать, что пермишен на контент-провайдер нельзя запросить на рантайме. То есть если вам необходим какой-то источник данных, то вам необходимо в манифесте определить эти пермишены, и они будут получены при установке приложения. Вот на рантайме, к сожалению, дать этот пермишен будет уже невозможно. Схема формирования URIF, она тоже, соответственно, у нее есть некие правила формирования этой схемы, и она состоит из двух частей. Первая часть — это authority, это так называемый идентификатор самого ресурса. Вторая часть — это непосредственно какая-то таблица или сам конкретный источник данных, который вы хотите получить. Если проецировать это на базу данных, то вот первая часть authority — это непосредственно имя базы данных, к которой вы обращаетесь, а вторая часть — контент — это условно таблица. В операционной системе есть специальный компонент, package manager, который управляет доступом к данных и который ставит соответствие вот этот URI authority с контент-провайдером в вашем приложении или в каком-то другом приложении в другом процессе. Так вот, вот этот вот authority — это как раз есть ключ в этой мапе между вот этим значением и источником данных в другом процессе. По этому ключу, собственно, вы получаете доступ к конкретному приложению, к конкретному источнику данных в другом процессе или к другому процессу. А вторая часть, она разбирается непосредственно самим приложением, которое обрабатывает вот этот вот запрос. И внутри себя уже он определяет, из каких данных, каких источников или из каких таблиц вернуть вам данные в ответ на ваш запрос. Довольно часто в URI используется схема, когда нам необходимо получить ресурс по ID. Это тоже очень распространенный запрос в контексте вот контент-провайдеров. И есть даже специальный класс с утильными методами, который позволяет к какому-либо, любому URI добавить атрибут ID. Есть стандартный атрибут нижнее подчеркивание ID. Вот. И, в общем, URI с ID выглядит следующим образом. Ну, схема контент — это authority, это тип таблицы. И числовое значение — это ID элемента, который мы запрашиваем вот из этого источника данных. Для того, чтобы запросить данные, у нас есть уже известный метод query. Этот метод отличается от метода query, который мы используем в базе данных тем, что у нас вот здесь вот появляется новый параметр, который называется URI. Остальное все точно такое же, как мы используем при запросе в базе данных. У нас есть тот же projection, у нас есть те же selection, аргументы и порядок сортировки. Сигнатура, ну, один в один совпадает с сигнатурой запроса к базе данных, ну, кроме там groupby и вот этого всего, потому что все-таки это не запрос к реализационной базе данных. Вот этот URI — это как раз идентификатор ресурсов. По нему мы поймем, в какой контент-провадер и в какую таблицу нам надо сделать запрос вот с этими условиями. Так, ну, здесь понятно, что мы должны использовать те же подстановки, те же вопросики, вот, чтобы избежать SQL injection, если за контент-провайдером лежит непосредственно база данных, которая поддерживает какие-то SQL-запросы. Вот здесь все правила, которые действуют на запросы к базе данных, они сюда же распространяются тоже. Ну, вот здесь пример запроса к провайдеру. Так, вот метод query, и он возвращает курсор. В общем, здесь больше важного ничего нету, надо смотреть вот на эту строчку. Здесь есть интересный метод — getContentResolver. Сейчас я про него расскажу, что такое contentResolver. Как я уже говорил, контент-провайдеры позволяют обмениваться данными между процессами, ну, между разными процессами, между разными приложениями. Так вот, для того, чтобы обеспечить этот обмен данными, нам необходимо, чтобы в одном приложении был какой-то инструмент, который позволяет эти данные выбирать, а в другом процессе кто-то, кто мог бы эти данные получить и обработать. То есть мы не можем из одного процесса, из одного приложения напрямую обратиться к контент-провайдеру в другом процессе. Нам необходимо, чтобы наш запрос как-то стерилизовали и отправили по механизму байндера в соседний процесс. Так вот, вот эту задачу решает такой инструмент, как контент-резолвер. Контент-резолвер вы можете получить там из контекста вашего приложения. И когда вы в него передаете URI, там, собственно, вся магия и происходит. Контент-резолвер идет в пакетж-менеджер с этим URI. Такая пакетж-менеджер для него ищет контент-провайдер в другом процессе, ну, соединяет их, то есть там происходит как раз этот маппинг. То, что мы рассказывали про AIDL в контексте сервисов, когда есть прокси, когда есть байндер, они с друг другом взаимодействуют, получая ссылки друг на друга. И таким образом, собственно, они начинают друг с другом взаимодействовать. То есть вот этот контент-резолвер – это есть клиентская часть контент-провайдера, который реализован в другом приложении, которое будет, собственно, поставщиком этих данных. Если мы работаем в рамках одного процесса одного приложения, то там все происходит подобным образом, но там не происходит вот этой сериализации данных, там, вот этого байндера. И все тут вроде, да, вроде нет, там, не сериализуется. Но в общем виде схема работает именно так. И это как раз ваш способ взаимодействия и поиска вот того самого контент-провайдера, с которым вы хотите работать. Вот. Таким образом, из клиентского приложения все запросы контент-провайдера делаются с помощью вот этого объекта контент-резолвера. Ну, про это уже Юра говорил, и я не буду больше говорить, вы можете сами прочитать. Используйте подстановки SQL-ejection – это зло, и он может… он уже попортил довольно много баз данных. И вы, если не хотите стать следующими, то не используйте raw SQL и всегда используйте подстановки для валидации запросов. Ну, и вообще валидировать запросы – это достаточно хорошая практика. Никогда не верьте тому, что ввел пользователь, и уж тем более не пытайтесь это выполнить. Это касается запросов базы данных, это касается каких-то полей, которые пользователь вводит в приложение. Если вы используете JavaScript или какие-то урлы там, то тоже всегда валидируйте то, что пользователь вводит, чтобы как-то себя обезопасить и не попасться вот на всякие интересные штуки, которые можно сделать. Так как контент-провайдер обращает курсор, то это накладывает некие особенности на то, как эти данные отображать. Но в свое время в Андроиде был инструмент, который называется курсор-адаптер. Он довольно часто использовался вот с ListView, ну, и, по-моему, с Recycler он как-то использовался. Ну, суть в том, что это был адаптер, который работает непосредственно с курсором, но хорошая новость, его задеприкетили, вот, и его не надо больше использовать. Почему эта новость хорошая, я вам расскажу или покажу почему. Вот поэтому на самом деле представьте, что вы используете вот ваш контейнер для отображения данных, например, RecyclerView, и хотите там какую-то вьюшку забайндить, и вам приходит не ваш доменный какой-то объект, ну, например, вот объект, там, месседж, у которого есть, там, title, текст, там, пользователь, который этот месседж написал. Приходит такой курсор, и у курсора есть getString или getColonByName, и вы, собственно, должны знать о том, какую строку в таблице этот курсор представляет, чтобы эти данные оттуда получить. И если вы ошибетесь с этим, или если там ваша таблица мигрировала, и у вас не осталось этого столбца уже, к которому вы из UI обращаетесь, у вас все грохнется прямо на рантайме, когда вы попытаетесь этот контент оттуда получить. Или если у вас поменялся тип контента, который вы храните в этом столбце, ну, очевидно, последствия будут не самыми такими приятными. Но и более того, это не очень правильно, когда вы, применяя адаптер для того, чтобы показать контент в своей красивой вьюшке, вдруг начинаете манипулировать какими-то скрытыми знаниями о данных, которые вам пришли из базы данных, то есть полагаться на именно способ хранения этих данных. То есть вот сегодня вы храните это в базе, у вас там пришел курсор, потом это стали какие-то другие способы хранения данных, и вам все приложение надо перепилить, потому что вы работаете с курсором в UI. Вот это, ну, не очень хорошо и может привести к довольно большим рефакторингам и вообще пересмотру всей концепции архитектуры приложения. Вот. Но, к счастью, курсор-адаптер задеприкетили, и вам нет теперь нужды и возможностей работать с курсорами в UI. Поэтому мы также будем работать с контейнер-вью, со списочными вот этими UI-элементами, только обрабатывать курсоры нужно где-то там, в промежуточном слое. Да. А дальше все, в общем, то же самое. То есть представьте, что этот курсор, это какой-то ответ на сервенный запрос, ну, или аналог него, и вы в том же, примерно на том же уровне, где вы обрабатываете сетевые запросы, вы обработали объект курсор, вытащили из него необходимые данные, создали, ну, положили их в ваш объект, с которым вы работаете в контексте приложения, и его уже передали в списочные данные, и работаете с ними единообразно. Это позволит вам работать одинаково с данными, которые вы получили из контент-провайдера, из базы данных, из сервера, и, в общем-то, не знать об этом источнике данных. И вы можете добавить базу данных, убрать ее, можете добавить сервер, там, ремоут, убрать его, и для вашего UI ничего не изменится, вам не придется все это переделывать, оно будет все работать из коробки. Супер, классно, удобно, все счастливо. Ну, чуть-чуть подробнее про методы, которые доступны в контент-провайдере. Ну, первый метод — это insert. В общем-то, он точно такой же, как и метод insert для базы данных. Мы можем также создать некий content values, который мы создаем для вставки данных в базу данных. Разница только в том, что здесь опять этот пресловутый URI. Ну, и схема работы, она, в общем-то, такая же, как и, там, пару слайдов назад. Мы используем content resolver, вызываем метод insert, передаем туда наш URI, и content values с нашими новыми value. Реализация контент-провайдера на стороне другого приложения или в вашем приложении, она уже сама выполнит реальное действие по вставке этих данных. Чуть дальше мы посмотрим на реализацию контент-провайдера на основе базы данных. Но на основе базы данных, но на самом деле это могут быть любые реализации. Вы можете за контент-провайдером спрятать ваш сервер, там, просто файлы какие-то, можете просто в память сохранять. В общем-то, вы ничем не ограничены. Это просто механизм взаимодействия между… и обмена данными между приложениями. Обновление данных происходит точно так же, как и с базой данных, но опять же, content resolver и URI. Ну и delete. В общем, тоже все понятно. Теперь самое интересное – свой контент-провайдер. И самый главный вопрос вообще – нужен ли вам контент-провайдер вообще в приложении? И как понять, когда вы достигли такого просветления, что вам вдруг понадобился контент-провайдер? И вот тут на слайде есть несколько основных правил, которыми следует руководствоваться при принятии решения, о том, реализовывать его или нет. Но самое главное, что надо иметь в виду, что если вы хотите работать с базой данных локально в вашем приложении, просто работать с базой, там, что-то туда вставлять, удалять и как-то с этим жить, вам не нужен контент-провайдер. Работать непосредственно с базой данных будет проще. Он не требует каких-то ограничений на вот эту сериализацию, реализацию там компонентов каких-то дополнительных и так далее. Вы просто берете вашу базу данных и, собственно, с ней работаете. Но если вам в первую очередь необходимо как-то предоставлять общий доступ к вашим данным для других приложений, то здесь вам без контент-провайдера уже точно никак не обойтись. И, например, приложение, предсловутое приложение почты Mail.ru, оно имеет свою базу данных контактов, и для того, чтобы другие приложения могли работать с этой базой данных контактов, мы как раз используем контент-провайдер для контактов. Таким образом, наши другие приложения непочтовые могут к этой базе данных обратиться и, в общем, эти контакты получить. Приложение галерея, ну, опять же, использует контент-провайдер, чтобы раздавать вам свои данные о картинках и видео с катанами, которые вы туда записали и сохранили. Вот, самое главное, то есть если у вас каким-то образом возможен IPC, то вам нужен контент-провайдер. Если IPC не предполагается, то контент-провайдер вам использовать не нужно. Вот, все просто. Ну, данные, понятно, это таблицы какие-то, это какие-то структурированные данные, либо это файлы. Как правило, для этих типов данных используются контент-провайдеры. Использовать их для чего-то другого нету большого смысла. Вот, ввиду того, что механизм реализации запросов, и он хорошо ложится на абстракцию вот этих типов данных, если же вы храните какие-то другие типы данных, то, ну, или какой-то способ хранения этих данных другой, то, вероятно, можно использовать какие-то другие инструменты, например, сервисы, либо AIDL интерфейс определить для доступа к этим данным. Это будет проще с точки зрения взаимодействия, с точки зрения реализации. Как формировать правильно URI для ваших контент-провайдеров? Ну, в первую очередь, URI должен быть уникальным. И для того, чтобы обеспечить уникальность URI, как правило, применяют, используют package name вашего приложения. Мы уже говорили про package name и про его уникальность. Она поддерживается на уровне операционной системы. Таким образом, уникальность package name, она гарантирована в рамках инстанса вашего устройства. Ну, как выбирать именно таблиц? Тут вроде все понятно. Надо просто руководствоваться здравым смыслом и называть их так, чтобы было понятно, глядя на этот URI, какие данные вы из этих таблиц можете получить. Собственно, ну, все. Все просто. Просто надо иметь в виду, да, что кто-то другой, незнакомый, с этой реализацией посмотрит на эти URI, и было бы здорово, если бы ему не приходилось лезть в код реализации этого контент-провайдера и смотреть, какие данные там лежат, и, собственно, к чему мы там обращаемся, что мы хотим получить. Вот интересный объект, интересный компонент, который называется URI-матчер. Вот мы все говорили, что URI-URI, а как нам с этим URI работать? Вот для того, чтобы нам контент-провайдер смог по URI как-то определить, какие данные получать, есть специальный инструмент, называется URI-матчер. Это объект, который позволяет разобрать этот URI и выделить из него какие-то… Ну, на самом деле, просто понять, соответствует ли это URI какому-то другому URI или не соответствует, то есть совпадает или нет. При этом там допустимы некоторые wildcard, в частности, вот есть решеточка такая, да, и звездочка, то есть это любой символ любой длины и любая цифра. Вот это используется, как правило, для ID, это используется для подстановки каких-то промежуточных строк, значений, там… Вот. URI-матчер используется в реализации контент-провайдеров для того, чтобы матчить непосредственно источники данных на тот запрос, который пришел к нему от системы. Ну и в манифесте необходимо определить, объявить свой контент-провайдер, если вы его реализуете в приложении. Атрибуты у него тоже достаточно вам знакомы. Они похожи на атрибуты, которые применяются в обычном Android-сервисе. Там есть name, мы можем определить, необходимо ли запускать контент-провайдер в отдельном процессе или нет. Permissionы на чтение и на запись. И самое главное — это authorities. Это, собственно, корень, основной идентификатор, для нашего контент-провайдера. Для реализации своего контент-провайдера нам надо отнаследоваться от класса контент-провайдер. У него есть обязательный метод для реализации, это метод onCreate. Собственно, важно узнать, что этот метод onCreate на контент-провайдере вызовется даже до метода onCreate в вашем приложении. То есть контент-провайдер — это первый объект, который создается при запуске Android-приложения. Вот. И в методе onCreate, как правило, если мы работаем с базой данных, мы создаем db-helper. И вот когда мы смотрели пример про базу данных, там есть конструктор, а есть метод onCreate. Так вот, в методе onCreate контент-провайдера необходимо вызывать конструктор базы данных, если мы используем базу данных, потому что конструктор, он на самом деле не создает файл базы данных, ничего не инициализирует, он просто конструирует объект db-helper. А сама база данных, она будет создана, когда вызвется метод onCreate на вот этом db-helper. И зачастую это происходит при первом обращении к базе данных, когда там контент-резоввер пытается зарезовывать какой-то контент, контент-провайдер обращается к базе данных, если базы данных нет, тогда вызвется метод onCreate. С методом onUpgrade все немного иначе, то есть там метод onUpgrade вызовется в другой момент времени, и у вас, как правило, база данных на момент onCreate, наверное, она будет уже, ну, момент обращения, она будет уже в актуальном состоянии. Вот, делается это все для того, чтобы как можно меньше влиять на время запуска вашего приложения, потому что если в методе onCreate контент-провайдера будут какие-то длительные операции, то это все будет сильно влиять на запуск, время запуска приложения, а пользователи очень не любят, когда приложение долго запускается. Вот, поэтому, как и в любом методе onCreate, любого компонента, который работает с UI, необходимо как-то минимизировать длительные операции и не заставлять пользователя ждать. Вот. Метод query. Ну, сигнатура метода понятна. Возвращает метод query курсор. Insert возвращает URI. Это URI того объекта, который был вставлен. Delete возвращает количество записей, которые были удалены. Метод getType. GetType — это метод, который возвращает MIME-type контента по вот этому переданному URI. По MIME-type вы можете понять, какой, собственно, тип данных там вам будет возвращаться. Про конвенцию вот этих типов данных я расскажу в конце. Там есть два типа MIME-types, которые приняты в Android для списка элементов, ну, для директории какой-то, и для непосредственно элемента, который возвращается этим контент-провайдером. Ну, и метод update, он возвращает тоже количество записей, которые были обновлены. Собственно, сигнатуры методов, они такие же, как и методы для работы с базой данных. О, MIME-type. Сайт, слайды разъехались. Блин, вы не увидите все это. Сейчас я поправлю. Наверное. Вот, здесь видно. Есть некая конвенция именования MIME-type в операционной системе, и, в общем, они начинаются с трех букв VND, типа VENDOR, наверное. Ну, да, такая аббревиатура. Дальше там Android курсор и item — это для одного элемента, для одной строки записи. Либо Android курсор dir для более чем одной записи, для списка элементов. Вот. И когда к вам, к вашему контент-провайдеру кто-то приходит с запросом get mine type, вы можете вернуть тип, что это директория, и подтип — это ваш, ну, тип объектов, которые вы возвращаете. То есть вот, ну, в частности, пример здесь мы возвращаем список элементов. Тип у него VND, Android курсор dir. И подтип — это example provider table 1. То есть мы на клиенте можем понять, сколько элементов и каких нам вернется. это аналог, вот, там, текст HTML, когда мы делаем запрос к какому-то, ну, веб-сервису, чтобы понять, какой контент нам придет и что нам, собственно, там обрабатывать. Вот. То есть по этому типу вы просто можете понять, какие данные вам ожидать по запросу с этим URI, к тому или иному контент-провайдеру. Ну, вот тут есть примеры, которые используются в вебе. Проблема довольно известная, но, опять же, SQL injections, избегайте SQL injections и несанкционированный доступ защищайте контент-провайдеры permission. Ну, опять же, тут тоже все довольно очевидно. Если нет permission, то контент-провайдер недоступен. Поэтому, в общем-то, вы здесь уже в какой-то степени защищены самой реализацией механизма доступа к контент-провайдерам в операционной системе. То есть для того, чтобы его сделать доступно, вам необходимо определить permission. Ну, и, как к любому permission, необходимо не ошибаться в строке в идентификации permission, когда вы используете его в клиентском приложении, иначе его вам не загрантят. Вот. Осталось чуть-чуть. Сейчас я вам покажу, как контент-провайдер работает на практике. Что надо написать в коде, чтобы оно завелось, и как оно работает. У меня очень простое приложение. Там есть четыре кнопки. Вот оно запустилось. Оно не отличается каким-то изящным дизайном, но тем не менее. Четыре кнопки insert, update, delete. Четвертая кнопка error. Я нажимаю на кнопку insert, у меня добавятся записи. Вот оно там. На им четыре. Я нажимаю update, сейчас там в одной записи что-то изменится. Вот у нее циферка поменялась. Delete, соответственно, запись удалилась. Error, он нам покажет такую штуку. Сейчас я вам ее покажу. Вот если внимательно посмотреть на запись влоге, то здесь вот будет строчка вот в wrong URI. Видно, да? Вот. Все. Больше приложений ничего нет. Но на самом деле там есть контент-провайдер и все, что нам нужно. И вот я открою Android Manifest, у нас есть провайдер. Закрой лишнее. Вот. И, как я уже говорил, у него определен name и authority. Name — это класс name, ну, как у всех объектов, чтобы его смогли, система смогла его создать. И authorities — это вот этот корневой идентификатор URI, который используется для того, чтобы пэкэдж-менеджер смог сматчить URI, который придет из контент-резовера вот с нашим приложением и вот с этим вот конкретным объектом. Этого достаточно, чтобы контент-провайдер в вашем приложении заработал. Но если вы хотите его опубликовать наружу, то, соответственно, надо здесь еще указать permission. Так. Дальше у нас в аппликейшн ничего не происходит, кроме того, что мы инициализируем нашу базу данных. Вот у нас создается объект db-helper, статичное поле с базы данных. И есть метод, который возвращает нам нашу базу данных db-helper. Вот. И он синхронизит. Все. Threads safe. db-helper – это SQLite open helper. Но это уже второй open helper, который вы видите до сегодня, поэтому я не думаю, что стоит на нем останавливаться. дb-helper. Но в нем, в общем, есть таблица где-то. Вот, create table, там строчка query. Да, там создается таблица с некими контактами, несколько телефонов, e-mail, очень бесполезная история. И, ну, и там какие-то методы, которые на самом деле не используются, но они нам, в общем-то, сейчас для примера и не нужны. Ну, ладно. В общем, content provider. Content provider, вот он extended наш content provider, наш content provider extended системный content provider. Здесь определен ряд констант. Все они очень важны. но мы посмотрим. Сейчас, кстати, я вам еще одну полезность расскажу. Вот у нас тут есть всякая штука про базу данных, там версия и name. И есть название таблицы, и есть вот поля этой таблицы. Это не самый лучший способ, как реализовать вообще описание таблиц. Есть такая штука, как контракт класса. Вы можете создать некий класс, который вы назовете в соответствии сущностью, которая там хранится. Например, это будет класс контакт. И в нем вы можете определить вот эти все константы, соответствующие полям. И тогда для того, чтобы сделать запрос в базу данных, вы будете там обращаться через контакт, точка, вот там, контакт name и по имени этой константы. Суть в том, что все эти поля, они будут находиться в одном классе, который определяет этот контракт. И вам не надо будет обращаться вот к этому контент-провайдеру, смотреть там на список этих, бесконечный список констант, если у вас много элементов, и выбирать, какой же контакт ID вам выбрать, если у вас там 10 типов этих контактов. Вот. Когда у вас будут простые Java-объекты, которые определяют контракт, в которых описана структура таблицы, в которой эти объекты хранятся, вам будет жить намного проще, и вы будете намного меньше путаться в этих полях. Вот. Поэтому не делайте так, делайте, как я вам рассказал, и будет проще. Соответственно, вот эту штуку это тоже надо выносить в DB helper. Там как был более лучший пример того, как реализовать OpenDB helper, где хранится DB version, DB name, но это не пример про базу данных, поэтому здесь можно. Дальше штуки, которые специфичны для контент-провайдера, вот в частности authority и контакт path. Как с ними работать и что тут вообще происходит с этими URI-ами? Вот. Есть еще контакт content URI, вот используется метод URI parse на основе каких-то вот коденаций строк. И есть тайпы, это эти самые my-тайпы, про которые я в конце рассказывал, вот они с тем самым префиксом vnd. Вот. Что дальше? У нас есть объект URI matcher. Где-то, где-то он. Вот. Вот он, объект URI matcher. И мы в него добавляем список URI, в которые мы можем обрабатывать нашим контент-провайдером. Вот. И строим мы их на основе этих констант. Ну, для того, чтобы с ними было удобно работать, мы их прилили как константы и добавили в наш URI matcher. Вот. В oncreate мы воспользуемся конструктором нашего DB helper. Все сделали правильно. И самое интересное, мы теперь вызываем метод query у нашего контент-провайдера. Вот. И здесь происходит самое интересное. У нас тут есть свитч, в котором мы по URI matcher проверяем URI, который нам пришел в сигнатуре. Вот это наша сигнатура метода query, который на первом месте стоит объект URI. И вот мы в свитче, в URI matcher пытаемся понять, что же за URI нам пришел. Этот URI может быть двух типов, потому что наш контент-провайдер поддерживает два типа URI. Это может быть URI контакт и URI контакт с ID. Их мы определили вот здесь в константах чуть выше. Так, где там оно? Ну, вот они, да, вот, контакт контент URI. И URI контакт это вот константа, а это для константы с ID-шником. И, в общем, вот отсюда оно нам вернется. Ну, и в соответствии с тем, в какой кейс мы попали в этом свитче, мы формируем тело запроса. Нам приходят вот здесь вот selection энергии и всякие параметры запроса. И вот в этом свитче мы чего-то в этот запрос добавляем. Ну, вот, в частности, если мы пойдем по ID, мы берем selection, который к нам пришел, и добавляем в него контакт ID, который мы вычленили из этого URI. Вот. Таким образом, вот в этих вот кейсах у нас формируется более точный запрос для наших данных. Вот. А дальше, ну, учитывая, что мы работаем с базой данных, мы уже обычным образом достаем нашу базу данных и выполняем, так, это insert, вот, квери. В общем, выполняем квери обычный. Он возвращает нам объект курсор, который мы можем сразу вернуть, и он попадет через content provider, binder, content resolver, и вернется в приложение, которое запрашивало эти данные у этого content provider. С методами insert и delete происходит все ровным счетом то же самое, кроме того, что, возможно, может формироваться другой URI. Но здесь все работает по примерно одинаковой схеме, поэтому различаются только вызовы методов, которые мы вызываем на нашем DB helper. Ну, и, соответственно, возвращаемые значения, они из DB helper возвращаются в соответствии с тем, что и ожидает наш content provider. Метод getType. Вот метод getType, он как раз возвращает те майн-тайпы, которые мы тоже определили в константах. И вот нам приходит URI, мы также пользуемся нашим URI-матчером, и в соответствии со значением мы вернем тот или иной майн-тайп для вот этого вызванного URI. Ну, DB helper тут простой, все понятно. Дальше у нас есть main activity, в которой на самом деле у нас в fragment manager добавляется фрагмент list fragment, а в этом фрагменте мы работаем с нашим content provider. Вот, четыре кнопки наших и list view. Вот list view, вот четыре кнопки, на них есть какие-то лисинеры, они что-то делают. Что они делают? Вот, ну, давайте здесь посмотрим кнопка delete. Кнопка delete по клику там формируется URI. Вот, content URI это вот тот самый вспомогательный класс, который позволяет к URI добавить ID. Ну, вот это стандартная схема, которая приписывает ID-шник. Contact URI это, ну, собственно, константа и ID-шник, который мы удаляем. Вот, а дальше мы из activity берем тот самый content-resolver, вызываем на нем метод delete, я смогу, метод delete, передаем туда URI. Каких-то специальных параметров для того, чтобы там, что-то заселектить или какие-то арги туда передать нам не требуется. Поэтому нам достаточно URI, а URI в себе содержит уже ID-объекты, которые нам надо удалить, поэтому здесь мы передаем null и все. Возвращается int-овое значение, мы его напишем в log. Что происходит по error? По error мы создаем URI, который не матчится нашим контент провайдером. И если мы пойдем с этим URI к нашим контент-resolver попробуем что-нибудь закверить, нам у нас будет exception. А exception будет, потому что там возвращается illegal state в том случае, если мы не смогли сматчить URI в нашем свиче. Вот. Понятно, как это работает? Вы можете о чем-нибудь спросить. На самом деле в целом штука довольно простая, просто очень редко используется. Да, ну в общем это такая надстройка над всеми механизмами хранения данных, которые помимо всего прочего обеспечивают вам еще и IPC. Вот. И это ее самая главная функция, самая главная фича. Именно для этого его стоит использовать. Для всего остального есть более удобные, более простые, более гибкие способы файлы, базы данных, шарит, префы, память, в конце концов, удаленный сервер, вот, все что угодно. Но если IPC, то вот. Я знаю способы нетрадиционного использования контент-провайдера. Многие библиотеки, в частности, например, Facebook, SDK, у них есть свой контент-провайдер. Вот, единственное, вы должны указать там свой авторитет, потому что он не должен совпадать. Для чего они это сделаны? Для того, чтобы упростить механизм инициализация SDK, как Кирилл вот уже упоминал, контент-провайдера создаются в самом начале запуска приложения, еще до запуска какой-либо из Activity, еще даже до класса application on create создается провайдер. И вот создается их служебный провайдер Facebook, и они там инициализируют свои SDK. Они из манифеста вычитывают ваш application ID, свой ключ, и так далее. Все инициализируют. А для разработчика стороннего фактически ничего не надо делать, просто подключить библиотеку Facebook и в своем Android манифесте прописать там две строчки, типа Facebook application ID, и там какой-то еще параметр, и все. дальше манифеста. Если вы думаете, что это хорошая идея, то нет, это плохая идея, так делать не надо. Но Facebook много чего делает очень странного, у них вообще странная SDK, но это один способ, как можно тоже да, но да, вот за контент провайдерами прячут еще ремонт сервера. Мы чуть попозже поговорим про такой механизм, как лодеры в андроиде, это инструменты загрузки данных, они позволяют с источниками данных, сейчас я говорю без привязки к контент провайдерам, с любыми источниками данных работать удобно с точки зрения жизненного цикла UI-компонентов, то есть они там связаны с UI-ом, с фрагментом, с которым они работают, и они обрабатывают все события жизненного цикла, а еще они умеют подписываться на события об изменении данных, если что-то меняется, они могут эти данные автоматически обновить на экране. Так вот, контент провайдеры довольно хорошо сочетаются с этими лодерами и довольно часто их используют как раз в такой связке, что у нас вот есть лодер, есть контент провайдер, и лодеры они бывают асинхронными, ну, то есть они работают в другом потоке, только с UI-ом работают в UI, и все запросы контент провайдера на самом деле надо делать в бэкграунд потоке, не грузить этими запросами UI. Вот, и лодеры они имеют довольно простой интерфейс, они легко сочетаются с жизненным циклом и легко уводят вот эту всю тяжелую работу с контент провайдером из UI-потока туда-куда-то в бэкграунд. В общем, работает просто, сделать легко, UI не грузит, и довольно часто кейс использования как раз вот в такой связке. И там есть курсор лодер, как раз да, и как связать курсор с UI-ом более правильным способом. Это вот курсор лодер как раз из инструментария загрузчиков, из инструментария лодеров в андроиде. Ну, все, да.